А будет ли джиу-джитсу конфликтовать на Олимпийских играх с интересами самбо, мы узнаем после перерыва. Ладно, мы собрали, не будем мы касаться темы самбо, уж тем более сравнивать, иначе начнется вечный срач, что круче. Да, он в курсе, самое круче, а трудиться больше денег, о деньгах на Евгении Юрьевича, блиц. Три составляющие успешного клуба, успешной команды. Лидер, направление, то есть, что такое направление, ну лидер, понятно, это личность, которая может вести за собой команду, потому что без лидера нет команд, должен быть капитаном, это первая главная составляющая. Второе – это вид единоборства, вид спорта, который человек развивает, потому что есть коммерческие, так или иначе, например, там тоже бразильские джиу-джинсы, коммерческие вид спорта. И третье, ну, наверное, это место и время, потому что, когда ты начинаешь входить в историю, когда уже много клубов, ну, как сейчас предположим, там бразильский джиу-джитс, там 15 академий, много громких имен, там и так далее, и так далее. Отдает, Готовский, Беляев, конкуренция. Да, Беляев, конечно. Невероятная конкуренция и, ну, наверное, это сложно, не знаю. Это вопрос твоих личностных качеств и вопрос стартового капитала, потому что… То есть бабусики все-таки занимают какое-то место? Четвертое? Или все-таки они входят в первую позицию лидера? Нет, не входят. На самом деле, когда я начинал этим заниматься, у меня вообще никаких денег на это не было. То есть, я как тот портус, боролся, потому что я боролся. То есть, там, о деньгах еще не было. Но я этим начал заниматься 16 лет назад. Это другая история. Долгосрочное инвестирование времени? Изначально, когда я это делал, у меня речи о бизнесе просто не было вообще. И сейчас, кстати говоря, это не о бизнесе. Но на текущий момент, отвечая на твой близкий вопрос, однозначно сейчас в бразильском джиу-джитсу и вообще в джиу-джитсу в Москве зайти в этот рынок очень сложно, архи-сложно. Уже нужно деньги. Нужны деньги, потому что тебе, ну как, ты же не можешь просто так вот взять, там, Вася Петров, там, или, там, Сидоров, или, там, не знаю, любая другая фамилия, которую никто не знает, и сказать, там, что все, ну, ты человек известный, про тебя не говорю. И тут решил создать свою академию. И даже если он, например, там, аферировал какую-то суперизвестную международную академию, там, как, например, там, АТОС или, там, Альянс или, там, Братья Мэндос, неважно. Я не верю в успех этого человека, потому что он должен быть здесь признан в этом комьюнити, он должен быть определенной личностью, иначе его успеха не видать. То есть, помимо денег, это должен быть человек, который все-таки признает. Альянс. Хорошо. Что лучше продается? Бразильское джи-джи-джи-джи, традиционное джи-джи-джи-джи, допустим, подача самообороны или, там, фитнес для вашего ребенка. Вопрос, что лучше продается с точки зрения, вот, человек говорит, вот, мама идет с ребенком, так, все, об августе, у тебя 12 лет, тебе пора куда-то идти заниматься в плату. Что он лучше купит? Ну, по статистике. Джи-джи-джи-джи. Просто джи-джи-джи. Чтобы ей не объяснять разницу, там, вот это все, да? На самом деле, большинству обычных обывателей волшебное словосочетание джи-джи-джи-су до сих пор не знакомо. И мы, например, когда идет звонок, и оператор принимает звонок, и мы долго приходится нам объяснять, что такое джи-джи-джи-джи-джи-джи. Лет еще 15 назад мы рассказывали, что такое джи-джи-джи-джи-джи-джи. Это дзюдо плюс карате. Ну, примерно так, как в свое время, там, в 90-х, в конце 80-х, так же с ним знакомился. Но теперь все-таки люди понимают, что такое джи-джи-джи-джи-джи. И это стало более узнаваемым словосочетанием и брендом. И люди стали это воспринимать именно как джи-джи-джи-джи, а не как комбинацию каких-то более знакомых слов. Но это все-таки, если вернуться к самбо, например, самбо продать легче, как продукт. Потому что самбо – это национальный вид, о нем много говорят. Сам президент занимался самбо. И, конечно же, это более продаваемый продукт, если говорить с точки зрения бизнеса. А не работает формула для продажи? Ну, джи-джи-джи-джи-джи – это то, из чего самбо сделали. Нет. Не работает? Не работает. Ну, по крайней мере, мы так не делаем, потому что это отман. Зачем? Мы заранее своего клиента будем вводить в заблуждение, потому что это совершенно разные два виноборства. И я считаю, что это было бы неправильно. Это заранее вводить в заблуждение человека, который будет думать, что это самбо. На самом деле, это не самбо. Ну, я вам, например, свято верю в то, что корни-то одни. Я сейчас, может быть, убью половину своих подписчиков и слушателей. Они сейчас начинают выключать. Если я скажу, что я не верю в историю Харлампио, который ходил по Средней Азии. Но я верю во Щепково, который привез в борьбу из Кадакана. Слушайте, ну, мы опять возвращаемся к истории самбо, откуда оно взялось. И, опять-таки, это собирательный, на самом деле, образ. Так же, как мы можем поговорить и про бразильское джиу-джитсу. Откуда оно взялось? Кто привез в Бразилию джиу-джитсу? Японцы? Ну, совершенно верно. Как сказал Гордон Райан, нет никакого там бразильского джиу-джитсу, американского джиу-джитсу. Которую передували японцы, а все остальные развивали вот эти стили борьбы. И в каждой стране он по-своему развивался. Правильно. Потому что Гордон Райан, он же не является бразильцем. Он американец. Но зато он мог поддержать тенденцию Кино на Корнелиуса и говорить, да, я занимаюсь американским джиу-джитсу, у нас уже старый джиу-джитсу. Но он это сделал. Тем не менее, он этого не сделал. И, на самом деле, поступил очень мудро. И он задал правильное восприятие джиу-джитсу. Без приставок. Потому что у человека есть две руки, две ноги, одна голова и туловище. То есть это... Одна сторона руки нутся, а другую ломают. Совершенно верно. Это история про механику. И тот же, например, Джон Данахер, которого там многократно приводят в примеры, как гуру джиу-джитсу. Но он чем занимается? Он изучает как раз таки... Выпуском DVD? Он занимается выпуском DVD? Нет. Он, прежде всего, занимается тем, что он создает великолепных спортсменов, учеников, которые побеждают на крупных соревнованиях. И создают ему имя и его бренд как тренер. Правильно? И он ведь изучает джиу-джитсу. Так же, как в свое время джиу-джитсу создал дзюдо, изучая джиу-джитсу, айкидо, айяма и многие другие известные личности. Тот же Адзума Кудо. Те, которые своим трудом, своей жизнью создали свои стили, свои направления. Тот же Ауа Нейкета, который Хоку Тори создал, как полицейская джиу-джитсу. В любом случае, это все люди, которые создают свои стили, свои направления, которые признают многочисленные поклонники. Ведь если поговорим про тоже бразильское джиу-джитсу, давайте будем честны, если бы не ММА и в свое время не Ройс Грейси, который вывел бразильское джиу-джитсу в совершенно другой уровень признания через UFC. Кто бы знал о бразильском джиу-джитсу? Но это все-таки не если бы ММА, а Грейси придумали эту фигню от UFC, вывели Ройса. То есть это был гениальный, может быть не они. Им приписывают, но это гениальнейший ход с точки зрения пиара нового единоборства. Но они ведь как это сделали? Они это показали на примере боев без правил. То есть есть клетка, есть человек, который выходит, он надевает на себя ги и в будущем, как Ройс Грейси, 80 кг побеждает людей, которые в два раза его больше. Причем с помощью техники, силы, скорости, еще чего-то. Тем самым они демонстрируют превосходство именно джиу-джитсу, именно бразильского джиу-джитсу. И они всему миру открывают это дело. И потом они создают сетевой маркетинг, они ранжируют людей по возрастам, по весовой категории, по поясам, дают некую парадигму, программу, как должен выглядеть еще одно пояс. Правильно? Но это же целое искусство, это же нужно было создать помимо технической составляющей маркетинг. Конечно. Это же круто на самом деле и замечательно. Это невозможно не признать. Карлс Грейси в первую очередь был выдающимся маркетологом, я считаю. Правильно. Но помимо маркетинга, маркетинг – это инструмент. На самом деле он был не маркетологом, он был идеологом этой истории. Маркетинг – это инструмент, не более того. Это человек, который создал свой стиль. Потому что вот взять Аяма. Кто такой Аяма? Это человек, который создал кикусинкай, реальный человек жизни и прочее. То, что, например, Адзума, который создал Куду. Это не просто люди, это столпы всей этой истории. Это те люди, которые задали те тренды, которыми сейчас восхищаются, занимаются и прочее. Потому что все знают, кто такой Крейси. Все знают, кто такой Дзигиро Кана. Все знают, кто такой Аяма. Но опять-таки это тысячи, многие тысячи, миллионы людей, которые признали и занимаются этими стилями. Они стали адептами. То есть это те люди, которые сумели создать всю эту историю. Ну, я так не побоюсь слова, как это в сравнении. Кто самый известный человек в Барселоне? Вот мы приезжаем в Барселону, кто там самый известный? Он просто как личность. Вот мы приезжаем в Барселону. Как вы думаете? Кого сразу? Кто сразу приходит на ум? В Барселоне? В Гауди. Конечно. Господи. Вот мы приезжаем. Вот почему такси у нас, мы не понимаем, почему оно двух цветов, желтое и черное? А вы знаете почему? Потому что Антонио Гауди, когда он там строил свой храм, и он вышел, уже был в преклонном возрасте, и его сбил автомобиль, это было такси. И таксист не представлял, что это Антонио Гауди. Он его не отвез в больницу, его не спасли, он умер. И все таксисты с того времени, это большее столет прошло, с тех пор, в общем-то, испытывают тревогу, волнение, это их боль, это их печаль. И они в честь этого, все такси в Барселоне желто-черного цвета, потому что они испытывают чувство вины. А я-то думаю, почему сегодня таксист, который вез нас в Апрелевку, был такой грустный и печальный? Да, но Антонио Гауди – это сразу Барселона. Барселона – это не Испания, это Каталония. И это человек, который сделал Барселону на самом деле, и так же, как и про единоборство. Мы можем не сказать Париж, Париж – это Наполеон, я не знаю, Москва Иван Грозный. То есть всегда у человека есть какие-то параллели, если так пофилософствовать. Но единоборство – это люди, которые их делали, это же не просто какое-то абстрактное джиу-джитсу. Потому что тоже традиционное джиу-джитсу, там есть мифы, есть легенда, откуда серопей тоже взялся и так далее. И вот эта вот красивая легенда про ветку ивы, согнулась, податься, чтобы победить и так далее. Люди это любят, это воспринимают, это хорошо, потому что всегда нужен мир, нужна легенда, нужен лидер мнения. Так и здесь, то есть это лидеры мнения, которые сделали это все. Это же прекрасно, если говорить про такую, скажем, идеологию и философию, как это все формировалось, как это все делалось. Но, тем не менее, тот же Леня Готовский, я лично его знаю, я считаю, что человек, который немало сделал, поскольку я могу сказать об этом человеку, которого лично знаю для того, чтобы бразильский джиу-джитс стал звучать так или иначе. Человек, который сформировал правильно и имидж, и образ бразильского джиу-джитсу в России. Это не просто первый черный пояс, это без сметаны в его знака, но я хочу сказать, что это действительно человек, который стал лидером мнения и до сих пор и является над этим мужчиной. Это правда. Это уже Даут Адаев, который мой друг. Лично меня познакомил с бразильским джиу-джитсу Даут Адаев. И первые мои шаги, когда я, будучи там черным поясом по традиционному джиу-джитсу, Даут меня, так сказать, прононтировал в синий пояс, я поехал в Барселону, по синим поясам на чемпионат Европы отборолся там и получил первый какой-то для себя результат. Первый опыт? Ну, даже не опыт, нет, результат, потому что я там стал призером чемпионата Европы, это уже результат. Как раз таки благодаря именно Дауту, потому что он меня познакомил с таким бразильским джиу-джитсом. Отлично. Я понимаю, что мы можем разговаривать, но сейчас уже глубоко за полночь, мы можем разговаривать долго и коснуться дофигища всяких разных интересных тем. А если кто-нибудь еще нарубит дров и подбросит этот камин, то мы можем еще дольше разговаривать. Най, сходи, дров нарубить. Подытожим. Резюмируем. Джиу-джитсу – это круто. Джиу-джитсу – неделимо. Бразильское джиу-джитсу – прекрасный бизнес. Да? Нет, не только бизнес. Я на самом деле не хочу подловиться на твое слово. Бразильское джиу-джитсу – это все-таки отдельный вид искусства в рамках джиу-джитсу. Согласен. И джиу-джитсу все-таки не дилемма. Не дилемма, сто процентов. Это на самом деле, как можно говорить с тобой вне камеры, кто такой русский, это самоидентификация. Вот мы идентифицируемся все как джиу-джитсу. И это такая большая семья с разными, как я не хочу сказать, семьи без урода. Но, тем не менее, если человек говорит, что он джиу-джитсу – это джиу-джитсу. И это прекрасно. Я считаю, что лично для меня это моя жизнь. Судя по твоей надписи на груди, это тоже твоя жизнь. И в этом смысле мы действительно все братья и сестры. Это такая большая-большая семья секта, которая называется джиу-джитс. И еще один вывод, который хотелось бы озвучить. Может быть, он не прозвучал еще. Все-таки есть смысл очень серьезно начинать дружить с официальными спортивными ассоциациями, федерациями, организациями? Сто процентов – да. Потому что есть понятные и четкие преференции, которые потом получают адепты бразильского джиу-джитсу. Традиционно неважно, какого. Джиу-джитсу. Просто джиу-джитсу. Благодаря тому, что могут выступать по официальной версии. Эти люди могут получать спортивные разряды, звания, почетные звания и так далее. Грамоты, медали, ордена. И это очень хорошо. Потому что это молодым студентам или учащимся или школьникам позволит поступать в высшие учебные заведения. Студентам, которые обучаются в высших учебных заведениях, это облегчает их студенческую жизнь. А взрослым людям это тоже определенные преференции военнослужащим, полицейским, росгвардейцам и так далее. Потому что это официальная история. Мы живем в России. И в России есть общепринятые правила официального вида спорта. Это прекрасно. В России есть еще такое правило. Хорошо бы быть под официальной поддержкой государства, чем бы ты ни занимался. Если государство тебя поддерживает, галочка у тебя стоит, ты можешь жить спокойнее. Правильно? Это правило. Да. Это условная такая, есть папа государства и мама. И ты попадаешь под это крылышко, и все равно тебе будет теплее однозначно. Потому что, поверьте мне, вопрос слишком большого времени, когда государство под пределы и спроюсь, чем вы занимаетесь. Поэтому будьте кому готовы. Ждите продолжения. Беседы с мудрым рассудительным человеком Евгением Кратких. Уверен, что будут и в будущем. Спасибо. Спасибо.